Не покупают никакой еды, все экономят вынужденно деньги. Холера косит стройные ряды, но люди вновь смыкаются в шеренги. Эти строки написал русскоязычный сочинитель Владимир Высоцкий в 71 году прошлого века. Написал их после того, как годом раньше по югу России прокатилась эпидемия холеры. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. И в названии ролика есть некоторое лукавство. 7 минут 53 секунды. Это не время, за которое я доехал из Петропавловска до Елизова. Это сжатое по скорости, ускоренное видео с регистратора. Давайте мы посмотрим это самое ускоренное видео, а я пока немножко поболтаю. Сейчас мы выезжаем из города-героя Петропавловска в сторону города-героя Елизова. Кстати, с сегодняшнего дня у меня есть бумага, позволяющая мне во время так называемой самоизоляции находиться на улице. Потому как я занимаюсь информационным обеспечением борьбы с коронавирусом. Но многие из вас до сих пор сидят дома и будут сидеть дома как минимум до конца апреля. И времени у вас сейчас много. Много лишнего времени, которое вы бы могли провести с пользой. Поэтому я советую вам начать читать книги. А о чем сейчас можно читать книги? Правильно. Об эпидемиях. И несмотря на то, что сейчас в интернетах много рекомендуют различного рода литературе, посвященной различным вспышкам эпидемий, одну книгу тщательно замалчивают. Причем замалчивают, как ни странно, одну из самых знаковых в русской литературе прошлого века книг. Это роман Владимира Максимова «Карантин». У меня, кстати, этот роман есть. Вот он. Это третий том восьмитомника, вышедшего в свет в издательстве, по-моему, «Тера», сейчас проверю. Да, в издательстве «Тера» почти 30 лет назад, если точно 29 лет назад, в 1991 году. И этот самый роман «Карантин» был написан в 73-м году века минувшего. А теперь я расскажу вам, почему, собственно говоря, этот великий, на самом деле великий русский роман замалчивают. Как и вообще творчество Максимова, преданное забвению. Владимир Максимов написал эту книгу еще живучи в Советском Союзе. Он закончил ее, как я уже сказал, в 73-м году прошлого века, в 74-м году он уехал на Запад, и она была издана лишь там. Я не буду вам пересказывать ее, скажу лишь только, что краткий сюжет этой самой книги. Это состоит из того, что во время вспышки холеры останавливают поезд. И пассажиры этого поезда начинают делиться своими историями друг с другом. Это, кстати, очень полифонический роман, который, как ни странно, можно охарактеризовать четырьмя строчками. Вагоны шли привычной линией, покачивались и скрипели, молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. Вот именно о зеленых вагонах и идет речь. То есть о вагонах, где был простой народ. От военного до рабочего. Почему этот роман так замалчивается? Потому что Владимир Емельянович Максимов написал христианский роман. Истинно христианский роман. В принципе, генеральную идею этого романа можно определить как христианская аксиология. То есть это, ну, как бы сказать это просто. Это, что такое аксиология? Это теория ценностных категорий человека. То есть поиск смысла жизни через его ценности. Будь то ценности духовные, будь то ценности нравственные, и даже, как ни странно, будь то ценности материальные. И когда Владимир Максимов приходит к мысли, почему, собственно говоря, приходит, он был христианином. Когда он утверждает, что единственное обретение смысла в жизни возможно через принятие Христа. Эту книгу наши дорогие новиопы, которые сейчас у явной и у тайной власти, никак не могут вспоминать. Потому что она выбивает у них из-под ног опору. Ну, дальше я пересказывать и характеризовать не буду. Скажу только, что книга очень интересна, и ее очень легко найти. В так называемом интернете Владимир Максимов. Карантин. Именно в то время, пока вы занимаетесь самоизоляцией, вы можете прочитать эту увлекательную, захватывающую и очень глубокую, поистине христианскую книгу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот так вот мы, пока я рассказывал, прокатились за 7 минут 53 секунды. На самом деле в три раза больше, потому что скорость видео 300%. Мы прокатились из Петропавловска в Елизавет. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится узнавать от меня что-нибудь новое о круге чтения. А если вы завидуете тому, что у меня есть пропуск для перемещения по Камчатке, а у вас нету, ставьте дизлайки. Обязательно пишите комментарии. Обратная связь со зрителем необходима. А если вы первый раз на моем канале, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации которой вы не будете пропускать новые видео на канале. Вот это подсказка. Делайте то, что вам говорят, то, что вам показывают. Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и на ней появилась надпись «Вы подписаны?» Да, вы молодцы, если вы это сделали. Теперь вы будете моими постоянными зрителями. До свидания. Продолжение следует...